Ну что, дорогие друзья, часы, как говорится, тикают. И больше всего они тикают у женщин, которые ждут детей, у беременных женщин. Сегодня я буду говорить о том, снижать или не снижать вес беременным женщинам и кормящим мамам. Поэтому хочу начать вот с такого ангела. Мне его подарила моя подруга Ира Викторова на Новый год, а так как Новый год совсем скоро, начинаем с ангела, которая стоит сердечком и с пожеланием всем беременным женщинам родить, кормящим мамам выкормить грудью. Одним словом, чтобы с вами и с вашими малышами было все прекрасно. Теперь, как худеть? И стоит ли худеть беременным женщинам? В принципе, любой врач вам скажет, что худеть специально не надо. Но вот что надо, и это надо хорошо понимать, нужно иметь нормальный вес. Вы не должны за беременность поправиться на 30 килограммов. Вы должны набрать порядка 15, не больше. Чтобы было именно так, вы должны правильно питаться. Поэтому, если говорить о диете, о диете Елены Малышевой, скорее всего, она вам не нужна. Для вас мы выпускаем здоровую еду. Здесь 5 приемов пищи. Это очень правильно скомпонованная еда для любого человека. И для беременной мамы тоже. 5 порций каждый день. У нас сегодня все беременные работают. Жена моего старшего сына с месячного возраста ребенку вышла на работу. И до этого работала. Между прочим, при этом выкормила его грудью. Сцеживала молоко на работе. То есть у нас вся морозильная камера была в грудном молоке. Это за моей спиной, за спиной оператора стоит Леша Макиев, с которым мы делаем этот проект. И я ему это рассказываю, потому что он всех героев знает. И сына моего, и его жену, и так далее. Итак, для беременных идея похудения неправильная. Но идея правильного питания, здорового питания, правильная. Для вас здоровая еда. Завтрак зеленый. Обед желтый. Ужин красный. И у нас два перекуса. Это ореховые смеси. Это десерты. Это фруктово-ореховые батончики. И так далее, и так далее. Пять приемов пищи в день. Вы будете сыты. Вы будете правильно питаться. И у вас все будет в полном порядке. Поэтому резюме. Худеть не надо, но правильно, здорово питаться надо. То же самое касается кормящих мам. Мы тоже не настроены на то, чтобы вы худели. Но знаете, моя мама педиатр. У нее стаж работы в медицине 50 лет, полвека. И она, когда я была беременна, первый раз. В первый раз ты все запоминаешь. Во второй раз тебе кажется, что ты самая умная. Что не соответствует действительности. Я хорошо помню, что при первой беременности она сказала, доченька, у тебя должно быть настолько разнообразное питание, чтобы ты съедала 33 продукта в день. Самому это сделать невозможно. А с помощью наборов готовой еды возможно. Поэтому над нашим здоровым питанием. ангел, посмотрите, какой красивый женщина в короне, ждущая малыша и ангел, который уже летает над ними. А внизу коробки со здоровой едой. Поэтому не худеть, но правильно питаться обязательно нужно. Вот так. У нас еще много вопросов от наших подписчиков про то, как худеть, если желчнокаменная болезнь у тебя. При желчнокаменной болезни все просто. При желчнокаменной болезни есть два варианта событий. Первый вариант. Вот он, желчный пузырь, он у вас есть. Второй вариант. Желчный пузырь вам удалили. Вот как бы там ни было, вам показано дробное питание. 4, 5, 6 раз в день. И железобетонное снижение веса. Железобетонное. Вы можете сами себе готовить, можете воспользоваться нашими наборами и диеты, и здоровой еды. Здесь 4 приема пищи, здесь 5. Но правило одно. Каждые 4 или каждые 3 часа вы должны принимать еду. Вот и все. И вся разгадка. И по сути дела в качестве еды ограничений нет. В каждый прием маленькое количество жира должно быть, оно есть во всей приготовленной еде, и все. Вперед и с песнями. Вперед и с песнями.